всем перевод сегодня мы снимем небольшое видео про восстановление наших суппортов нашей тормозной системы вот машина уже стоит готовая к снятию колеса снял короче сейчас попшикаем в дэхо и вот этот вот попробуем открутить не сложно будет открутить главное не сломать откручиваем два болта на суппорте на 17 что ты сейчас маленько будешь делать это трубка ты трубку струбцины зажимаешь до кусачком кусачком да а мне такими кстати зубы вырывали это в 90-х было да были дикие времена вот и через тряпку зажал так это же не ручник просто ты сжал наверно этот шланг и он автоматически сделал давление на поршни красивый такой вот видишь как даже не течет или она вообще в принципе туда не текла а не текла текла чистишь прокачку вот один вот это там где маленькая колодка он за закис поршень вот выбиваем направляющие вынимаем колодки тут еще должна скоба быть которыми я сгнила да да она не дает вам типа вибрировать биться короче телезрителям вот смотрите вот видите обломалась даже закиска речь вот этот суть в том чтобы я сегодня уехал понимаешь на тут рвется пыль не откручивается оболкание если их вскрыть ничего страшно ну пиздец и вообще вот такие у вас суппорта ребят я чему скрутили штуцер прокачки вот этот вот очень сложно шел вот он открутили его но еще остается два этих болта может быть будем их греть потому что они вообще плачевном состоянии грани срезает когда откручиваешь чуть ли не с трубой короче молотком держал так пошли короче эти болты вот уже распускается суппорт да вот что мы видим внутри резиночки резиночки наши которые мы будем менять суппорт сгнивший на хуй и все так ну что сняли пыльник что тут теплоизоляционная поршень здесь поршень и надо его вытащить но он может поломаться смотрите бля в каком состоянии они у ее баны в рот заклинивший но это тоже не рабочий почему не ходит на не вытаскивает указывается в этих резинках еще стоит такая пластина такая железная которая сгнила эти цилиндры поршни выходят очень плохо и книги не написано о том как правильно их снять в таком состоянии один мы не выняли в общем он вообще не убивается мы я куплю сменный поршень и потом его заменим а эти пока прочистим и новые резинки накинем на то что можем вот какая интересная ситуация произошла изначально я купил вот такой вот ремкомплект такой 3 комплект где были на заднюю ось вот такие резинки такие не подходят когда я приходил в магазин мне говорили что антернативы вот этими линкам нет но потом я купил ремкомплект вот такой вот вместе с поршнями и там оказалось что резинки другие вот такие которые больше размеров именно вот такие идут хотя в магазинах автомагазинах мне говорили что альтернативы нету ты должны шли шли идти именно вот такие так что меня грамотно спиздели аккуратненько снимаем пыльники чтобы не повредить потому что у нас таких четких только 2 с помощью воздуха выдавливаем о пизда вылетел на вот он воздух помогает давай начать 2 это надо раскручивать еще получается болты суппорта чтобы распустить откручивали с помощью маленькой такой трубы вот паскудство такой галимы супа не выходит нихуя заливаем его в дэшкой чтобы всех лет шло на проходим наждачку новые штуцеры брата прокачки вот я уже новый сюда засунул блять вместе такой вот смазкой шла красная такая тягучая смазка я смазывал вот и смазываем большие болты ремонтной смазкой вот полностью новый штуцер прокачки новые прокладки направляющие мы смазали графиткой и теперь мы устанавливаем это все на наш мафет так вот мы поставили сейчас трехи прокачаем их путь в общем один суп вот настолько там въелся что нифига не выходит поэтому придется греть это наше самое любимое шашлыки и гараже шашлыки и гараже шашлыки и гараже все мы занимаемся вареньем для того чтобы вынуть суппорт который застрял там наверно на всю жизнь я в шоке наварили прямо туда вот такую штуку сейчас будем выкручивать тхе ёпта при хуя себе она прокручивается зоди тхе ёпта зоди 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 мед зло з삐 зл зл з Продолжение следует... Продолжение следует... Просто он и мягкий, и жесткий, и колкий, и одновременно вообще терминаторский материал. Ребята, это победа. Я хочу признаться в любви двум людям, вернее, трем. Первое, кто создал этот великолепный суппорт, потому что они молодцы. Они его сделали еще более прочным. Даже при ядерной войне межгалактической инопланетяне его не испортят. Второе, хочу признаться в любви этой бормашине, потому что без нее бы мы ничего не сделали. А третье, это, конечно же, Ваня. Если бы я был телка, я бы ему дал. Да, ну нахуй, да? Ты купишь, что я старый месяц, да? Да, вот так вот должен выглядеть нормальный отремонтированный супер. Ты рад? Вы то не судите строго, снимаю на ебаный планшет хуявей. И мы в эту великолепную погоду, дождливую, приехали делать мой мэрс. Вот, Ваня одел китайский пуховик, сделанный из плюшевых медведей. Да, вот, и сейчас в таких условиях делаем моего Мерседеса. А свои штаны я вот такой вот стяжкой стянул, чтобы они не падали вниз. Так вот, в общем, выглядит моя тормозная система, датчики АБС закисли. А, тряпочку, да. Вот сейчас зажим берет Ваня. А он такой, знаете, почему веселый? Потому что он себе новую куртку купил. Вот эта старая, он в ней ходил. Я ему говорю, Ваня, может, стоит поехать на рынок купить новую? Вот, он сегодня купил, а старую оставил для гаража. Ты ломал? Да, я его ломал, короче. Сейчас найдем тряпочку. Вот уже кофе тут стынет. Стынет кофе. И непоеденные крысами печеньки. Так, зажали, пережали шланг драмазной. Сейчас снимаем суппорт. Для начала надо снять скобу, которая держит колодки. Она снимается, да, вот с этого уха. Надо всему учить Ваню. Ваня такой, ну, легко обучаемый, в принципе. В мерседесах не совсем разбирается. Ему подавай маскарад, зэпор, восьмипоршневой. Так, снимает сейчас. Ты направляющий открутил? Да. Ну, так скоба снимается. Отжимаются колодки. С помощью АТОСа. Они нормально отжимаются. Только самое главное с этим же не отжать диск, блядь. Если у вас китайский диск и НОКС, то надо быть осторожным. Но это оригинальный. Вот уже подъелся он. Уже, блядь, выработка нехуевая. Ну, почему? Сейчас снимешь. Сейчас все снимешь. Ветер сжал, да? Он должен легко сниматься. Да мне банк, конечно. Блядь, сад. Да? Ломай банк. Все. Вот. Вот снимается. Давай. Снимается полностью. Дорогие зрители, вот такой вот суппорт. Большой, здоровый поршень. Один, слава богу. Не надо будет долго ебаться. Ну, вот. Ну, тут вот крепление датчика, ну, ему пиздец, блядь. Его будет очень сложно снять. Но я, скорее всего, его сломаю. Потому что этот датчик все равно, наверное, не работает. Вот. А этот мы прижали. И вон скоба нижняя. Сейчас посмотрим, кстати, где ли мы пыльники взяли. Потому что я мог проебаться опять при заказе пыльников. Пыль, пыльники, слава богу. Да не, давай в другую сторону, блядь. Сейчас будет... Не, ну, братуха, он сейчас съемит. О, блядь. Хорошо вышел, ёпта. Вот пизда. Как это ему пизда? Если его можно почистить, будет ездить дальше. Конечно, но это лучше, чем те, блядь, задние, на. Которые мы реально пизда. Что тут, блядь, нету внутри. Снимает пыльник. Пыльники я, слава богу, наверное, те купил. Покажи. Он целый? Он целый? Смотри, блядь. Ну, вот старый. Так посмотри этот, блядь. Он, по-моему, даже другой, блядь. Не, такой же. Такой же? Только чуть-чуть меньше. Чуть-чуть меньше. Может растянут, потому что... Ну, попробуем этот натянуть, блядь. Нет, он подойдет. Да, ну, посмотри. Он идеальный, смотри, видишь. Ага. Только он чуть-чуть меньше. Ну, да. Делаешь? Я промываю... Растворителем? Бензином. Бензином? Да. Так я имею в виду вот эту часть напильником пройти. Вот эту. Верх. Да, это по столько, по сколько. Да. А наша верхняя часть, она всегда будет взлетать. Ну, ладно. Небольшие очаги коррозии. Вот, почистил цилиндр, как мог. А, Ванька направляющие почистил. Ванька берет ремонтную смазку и закидывает ее сюда. Пыльник вот этот. Чтобы лучше ходили направляющие. Все из дуба покупай на издуба.бай. Так они должны ходить вот так вот просто, да? А они хуевато ходили сейчас. Они же типа на разжим работают направляющие. Чиностроение, новая коллекция в магазинах Остин, Минск, Дзержинского, СП-16. Слил ВДшкой этот датчик и набили новую туда, блять, грань эту нахуй. Ваня пытается прокачку открутить. Вот, уже открутил. Чистили прокачку и промазали, чтобы она лучше потом откручивалась, да? Да. Датчик не смогли открутить. Сейчас попробуем его, короче, почистить этот датчик АБС, блять. Ну что, он не откручивается. Надо его высверливать. Новое кольцо вставляем с набора. Короче, вставляем резину, да? Нет. А потом уже цилиндры. Ну, я почистил датчик немножко, блять. Может, он поможет. Ну, если поможет, так поможет. Если нет, значит, проблема или в проводке, либо в датчиках. Ну, он вроде со стороны изоляции нигде там не протерся, нихуя особо там не... Может, рассохся внутри, да? Хуй его знает. Заведено уголовное дело. Смазываем смазкой. Ну, должна быть специальная. Ну, это тоже, в принципе, пойдет. Должна быть специальная. Она более такая густая, такая вязкая. Пождественное открытие 11-го международного фестиваля Юрия Башмета. Всемирно известный скрипач Сергей Крылов и Ростислав Клинер. Вот, закинули новый пыльник. Такой красивый. Целиндер не заходит нормально, потому что плохое зеркало было. От этого тоже многое зависит. И что? Все, он зашел, он встал, он четко. Ну, он встал, а как он двигается? Двигается он четко. Раз. Раз. О, заебись. Базар и ноль. Вот это работа, блядь. Вот это работа. Самое главное в зеркале было, да? Да. Вот так выглядит нормальный Поршень. Так, два. Ага. А, покажи. А у тебя есть вообще другое? Есть другое? Колесный болт, когда пидорик баны поставил. Колхозник, блядь, ебаный. На Мерседес. Я думаю, этот подойдет. Осталось дело за малым, просто его срезать. Ставим это говно обратно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры сделал DimaTorzok